Привет всем, вы на канале дзюдо, сегодня мы поговорим об истории и происхождении дзюдо, обязательно досмотрите видео до конца и может что-то узнаете новое и вообще если вы занимаетесь или любите дзюдо как вид спорта, советую. Так, дзюдо, как известно многим, произошла из страны восходящего солнца, иначе Японии. Любители единоборств наверняка знают, что из себя представляет сам дзюдо. Это может ассоциироваться у вас как болевыми приемами, завораживающими бросками, но как мы все знаем, у любого вида спорта есть своя история и именно об этом мы сегодня поговорим. Дата рождения дзюдо считается день основания первой школы дзюдо Кадакан, в переводе как институт изучения пути. Эту же школу основал Кану Дзегору, в то время ему было 21 лет. Дзюдо было сформировано на основе джиу-джитсу. В отличие от бокса, карате и других видов спорта, в основе дзюдо составляют броски, болевые приемы удержания и удушения, как в стойке, так и в партере. Также на этапе зарождения дзюдо присутствовала высокоразвитая ударная техника, которую продолжает изучаться в частности для военных, полиции и для самозащиты, в то время как в соревновательных стилях целью выполнения этих приемов является лишь отработка. Итак, мы подобрались к такой теме, как философия. Это говорит о том, что в дзюдо не просто тренируют силу, ловкость и координацию, но и развивают внутреннюю силу, можно сказать, дух человека. Она базируется на трех принципах. Первое – это взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса. Второе – наилучшее использование тела и духа. И третье – это поддаться, чтобы победить. Это и есть совершенствование сознания, что требует дисциплины, настойчивости, то есть очень многих важных жизненных аспектов. Надеюсь, из этого видео вы знали что-то новое, а что-то и так знали. В любом случае, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте вставить колокольчик. Всем пока.